Здравствуйте, друзья! С вами семейный юрист Антон Сарвачев. Поступил вопрос от подписчика, можно ли подложное отцовство рассматривать как мошенничество. Давайте немножко поговорим на эту тему. Достаточно распространена ситуация, при которой девушка, женщина, залетев, забеременев, начинает метаться, зачастую даже не знает за кого, а иногда знает за кого, но понимает, что финансовое обеспечение от реального отца ребенка она не получит. И она пытается, что называется, повесить этого ребенка на какого-то, ну скажем так, добропорядочного мужчину с заниженным критическим мышлением. Или это критическое мышление может быть занижено, предположим, потому что он в нее влюблен давно, или там как-то ей симпатизирует, ну или в силу каких-то своих умственных способностей, но тем не менее. Эта девушка спит с ним и говорит, что вот, потом через некоторое время говорит, через неделю, предположим, что вот, мол, я забеременела. Или даже в браке, так сказать, согрешив, переспав, условно говоря, с соседом или непонятно с кем, она беременет, естественно, в силу закона, и потому что ей так проще, она вешает этого ребенка на своего мужа. Причем часто она знает, что ребенок не от мужа, или не от того мужчины, на которого она хочет этого ребенка повесить, и, так сказать, заставить его быть отцом. Попадают ли эти действия под состав 159 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации под названием мошенничество? Давайте сначала разберемся. Мошенничество. Что такое мошенничество? Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права, или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверия. То есть хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Между прочим, до двух лет лишения свободы можно за это действие получить, За это правонарушение. А если еще какая-нибудь теща или подруга будут в заговоре, то вполне себе можно рассматривать это как мошенничество совершенной группы лиц. Там сроки больше. Также есть статья 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия. Когда женщина, зная, что ребенок не от конкретного мужчины, заставляет этого мужчину платить алименты, содержать ее и ее ребенка нагуленного, в этом, с моей точки зрения, конечно, есть состав правонарушения. Здесь может быть спор. 159-я это статья или 165-я, то есть это мошенничество, именно хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием. Или это причинение имущественного вреда, совершенное путем обмана или злоупотреблением доверия. То есть здесь может быть спор. 159-я или 165-я. Но тем не менее, на мой взгляд, состав правонарушения уголовно-наказуемого деяния в данном случае присутствует. Другое дело, что, конечно же, нет никакой судебной практики, конечно же, нет никакой реальной правоприменительной практики этих статей касательно вот этой вот ситуации, когда на мужчину вешается чужой ребенок и из него вытягиваются материальные ресурсы, денежные прежде всего. Причем женщина зачастую знает, что это ребенок не его. В этом, на мой взгляд, есть состав уголовного преступления, но изучение этой темы привело меня только к одному. Что почему-то на данные действия женщин вот эти две статьи, они не распространяются и нет никакой практики по этому поводу. Единственное, что мне удалось найти, когда женщина, ну это случаи, некоторые случаи, ряд случаев, когда женщина подделывает, предположим, свидетельство о рождении. И с помощью этого подделано свидетельство о рождении получает какие-то выплаты от государства. Здесь вполне себе 159-я статья. Такие женщины даже привлекались к ответственности. Но, то есть, когда они обманывают государство, так сказать, вот путем обмана, так сказать, злоупотребления доверием. Но когда обманываются мужчины, когда женщина обманывает мужчин и вытягивает с них денежные ресурсы, тут система, ну что называется, бессильно, тут система не работает. Такие женщины к уголовной ответственности не привлекаются. Может быть, дело в том, что мужчины не обращаются в полицию, так сказать, играют из себя благородных рыцарей, не знаю в кого они себя, играет Д'Артаньянов. Но при этом, просто помните, что если вы, мужчина, были в такой ситуации и не обратились в заявление в полицию, конечно, вам там откажут в полицию, но тем не менее, обратиться вы были обязаны, если вы законопослушный гражданин. Поскольку, если в отношении вас было совершено правонарушение преступления, вы не обратились в соответствующие органы государственной власти, вы, вот конкретно вы, вы содействовали преступника, вы попустили совершиться этому преступлению, вы вызвали у преступника чувство безнаказанности, и вы, конкретно вы, не обратившись в полицию, вы породили в этом мире еще больше зла и еще больше преступлений. Поскольку ничего не так не развращает преступников, это известно всем и криминологам, и, так сказать, психологам криминальным, ничего так не развращает преступника, как безнаказанность. Даже небольшое наказание, но если оно неотвратимо, будет удерживать преступника от совершения преступления. Но если безнаказанность, которую вы конкретно порождаете, не обращаясь в полицию по таким делам, у преступника возникает иллюзия, что ему все позволено, и, так сказать, преступления множатся. Что вы думаете по этому поводу? Может быть, у вас были такие случаи, такие ситуации? Пишите в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогает его продвижению. С вами был семейный юрист Антон Сарвачев. До новых встреч!